массаж передней и задней поверхности бедра я сейчас покажу чуть-чуть не такой как в классическом массаже то есть как классическом делается массаж но сначала пациент лежит на животе делается задняя поверхность вот этого все ноги бедра голени ступни потом переворачивается делается передняя то есть ну я уже как то так показывал у меня на сайте есть видео посмотрите если хотите посмотрите просто второй вариант как сделать быстрее чтобы не крутить пациента значит пациент ложится как можно ближе за камни ножку сгибает и таким образом у нас есть сразу две поверхности то есть что-то похоже на антицеллюлитный массаж вот так и нет самое главное в чем удобство вам доступна ягодица так очень хорошо раскрывается большой вертел бедровой бедренной кости очень хорошо идет доступ к седалишному нерву то есть ко всему тазобедренным суставам хорошо обрабатывать повздошную кость латеральный это полатеральный край восточной кости вот и пару слов ну в каких случаях применяется этот массаж как мы уже говорили это шанс лимболгия так называемые разные стрелы в народе радикулиты и самое главное кукса артроз вот сейчас будет можно сказать это массаж при кукса артрозе то есть при кукса артрозе страдают у нас бедренный сустав вот он у нас здесь весь в доступе то есть это не то чтобы просто массаж ног то есть это лечебный массаж именно при кукса артрозе ну и начинается как всегда с поглаживанием данном случае можно хорошо видеть что мы сможем поглаживать сразу две до стороны вот и тут и другую и чтобы кровь гнать по системе смотрите сюда идет люди как обратно обхватывающий то есть здесь поглаживать а здесь обхватывающий массаж поглаживание а здесь видно и будет ли лимфа и кровоток идти куда передним паховым лимфоузлом то есть все будет правильно можно вот так вот положено звить она удобно погладили перетирание у нас идет так сказать поперечное продольное тут она все вместе может отглаживание теннером при кукса артрозе чем сильнее вы будете тереть тем лучше чем больше кровоток будет подходить сюда в тазобедренный сустав и меньше будет разрушаться головка тазобедренного сустава колени снимаешь вот 7 вот очень хорошо вот эту часть видно вот как мы ее перетираем это артем она для тебя вот в такой позиции я лечил людей больных скоб с артрозом ножку можно поднять и срегулировать но не нужно растирать сильно нанесли масло вот я почему так делаю массаж без масла быстрее можно разогреть ясно то есть вот эти все поглаживания вот это вот все из масла все перетирания поперечные тоже без масла быстрее разогреем кожу но потом когда будет идти разминания без масла можно оставить и будет хуже вот теперь пошло растирание вот так вот это мы уже поглубже из чего мы начинаем так всегда сперва да вот он старт по передней поверхности на и потом переходим плавно на среднюю поверхность и название также самым можно сотрить как удобно двумя руками видно видно очень отлично сразу экономим время смотрите глажу а сюда забираю на держи за стул англажива то есть не будете делать тут лишних движений но не помешать смотрите погибели теперь сперва тендер вот можно сперва кулаком и смотрите очень классно линиям гребнеобразное положение скорее здесь вот такое отглаживание большим пальцем тут смысла не то делать маленькая поверхность а вот так вот очень отлично и так как у нас к примеру коксартрозник не забываем всегда вот этот участок именно про коксартрозе вот так массировать а женщинам всем надо делать этот участок во первых здесь так называемые уши до которые висят циррюлитные уши так называемые отложения в основном женщин здесь бедра скапливаются во вторых женщины ходят как правило на каблуках травмируют себе ноги и способствует развитию как артроза и артроза а там беременность а там тяжесть а там не тот угол и поэтому есть нету можно делать вот сюда очень хороший массаж и такое мое любимое движение смотрите очень-очень классно погладили еще раз медленно эти пальцы массируют здесь вот эту внутреннюю часть потом я за ним практически не добирался ведь сейчас мы до нее доберемся это как бы разминочка идет а вот эти пальцы делают такое типа непрерывистого поперечного разминания ведь и вот здесь вот такая точка и вот тут хорошо очень удобно и вот здесь а теперь мы зашли до той поверхности и вот внутреннюю поверхность кстати сильно не трудно там нет там серьезных каких-то трений надавливать но и никого так вот с перчиками пальчиками с ними сбоку с перами прошлись для того чтобы было я же подпаха мы сюда не только бегун сюда сильно не думает и теперь вот такое хватающая обжимание видно как я возвращаюсь на ней не просто здесь оторвал руки а пациента не отрывать а то лены кинет ну желательно не отрывать так это нога у нас укрыта кстати пяточку разевал кто-то тяжелое уже мы подготовили очень-очень хорошо отглаживание большими пальцами и ремнеобразно видно как раз нет вот он уже гензи из улитка почти так с этим делом можно сказать все и в конце мы уделяем внимание вот этой части более серьезно вот вам массаж ягодицы между полотенцем будут скатываться еще страшно сейчас тепло вот вот мы достаем до седалищного мира кто-то мне спрашивал как это только пальцами в таком положении она открывается очень хорошо можешь перейти с этой стороны снять сейчас обрабатываем вот так вот работается разблокировка далее воспаление седалищного нерва вот если он был заблокирован там моего монашек массажем разогрели уже пояснично-крестцовой области теперь вот по ходу это выход дальше они распада грушевидной мышцы и дальше он вот так вот пошел вот вот этот мой походу и работаем и кстати все точки можно прощупать латеральной части бедра на нижней он нормально и вот еще один на такая . которую мы можем проработать на седалищной кости и в конце можно сделать вот так видно но это я чуть-чуть надавил это я совсем чуть-чуть надавил совсем легкой легкой то есть вы даже не видели у меня усилия просто взял фаланги и оно более глубоко пробегает чем обычно у человека по спалением будут включать все как усилие уменьшать ну это уже как договорились чтобы шлюбит боль мы допустим с другом с массажистом серега друг другу массировали и так и так и коленом потом и пяткой то есть если ты хочешь разблокировать седалищный нерв он блокируется в один день блокируется он сильно то есть разблокируется массаж делается очень сильно аж для синяка если пациент боец выдержит слезы будете разблокируешь если ты не сделаешь так больно ты мне разблокируешь веришь мне не веришь сделаешь хоть тысячу раз массажи вот эти вот это видео мне оставить вот оно не будет толку пациент должен орать должен слезы течь и больно локтем потом коленом положить на пол пяткой вот только так можно разблокировать седалищный нерв то есть он по-настоящему ущемлен почему потому что помните панатомии здесь большая мышца ягодичная под ней средняя потом грушевидная аж под грушевидной мышцой идет седалищный нерв вот так и чтоб ее до него достать надо это все продавить вот ну попробуйте поэкспериментируйте возьмите пациента с воспалением да и помассируйте попробуйте 10 20 массажа сделаете 40 все равно будет болеть сотрясение не через положение рубление тут без толку то есть грубо говоря ну как не помогает это и это тоже вот а вот это самое похлопывание рубление поколачиванием и выкидываем похлопывание ну где-то видно после пальчиков остались следы вот где-то до такого состояния закончить надо поглаживание и вот так вот а что ты остались родил я дамеди побои с ними ну что на этом массаж бедра закончен